всех приветствую себя на канале вы на канале о вязании и я лариса серегина девочки о чем я сегодня вообще с вами хочу поговорить значит у нас же с вами сегодня у нас 31 августа ой 30 августа и скоро у нас наступает осень и в общем скоро холодно короче говоря значит что пошли девочки пришли ко мне и говорит цены на вообще навязанные вещи и вообще на вещи дикие значит светерочек от 400 450 гривен и выше это я вам хочу сказать сравнение с ценами что мы можем себе сделать значит за 400 гривен вы себе кто не с одессы кто не отсюда значит доллар у нас 27 127 вот и считайте сколько это выходит вот и что пришла девочка говорит дайте мне срочно потому что нужно мне связать чтобы ну не выкидывать такие деньги здесь она у меня возьмет она знает сколько шерсти сколько там не шерсти сколько чего там это вот и выйдет у нее это намного дешевле вот она войдет допустим в два матка на ребенка и получится это у нее где-то от 120 ну максимум 200 гривен получится у нее свитер есть разница 400 и это 400 это я говорю вообще вот ну для начала вот это вот я вам про это хотела сказать что вязать намного дешевле и и вообще приятнее и и вообще хорошо вязать так ну и что у меня по значит довязала я худи худи получилось хороший нравится мне он или он или она я не знаю а вот значит только там единственная горловина получилась узковатая и я наверное буду вязать капюшон еще не знаю я вам ее покажу 2 сентября но 1 сентября естественно кому она надо вот 2 сентября я ее покажу расскажу сколько я набрала петель как ее увязала и вот это вот я вам расскажу 2 сентября ну и покажу ее о как она получилась вот все вы знаете что у меня ж не одна вещь в работе у меня несколько вещей и знаете что вместе с худи я вязала начала вязать и толстый свитер вот ну и не получился опять он у меня но ничего страшного там вязать очень быстро его вот что-то я как-то подзабыла что ли как их вяжут эти свитера но вы не переключайтесь потому что я вам покажу померяю свитер это я вам сейчас пожалуюсь естественно шушь я не пожалуюсь и как же вы как же вы без этого переживете ну и я тоже покажу вам свитер и покажу вам шляпку которую не показала в прошлом видео и так жалуюсь на свитер и потом показываю другой свитер и шляпку которую не до показал так ну вот связала я рукава сшила уже все связала я вот тут будет белый рукав и полосатая это но я же прям умная аж прям сил никаких нет и прям такая самоуверенная что понимаете ну я ну классно отчетом говорить и я же не могу ошибаться да конечно я не могу ошибаться ну я же знала что так будет вот теперь смотрите какая я молодец ну вот как так можно было смотрите какой полный кошмар это все будет вот так вот выглядеть я живу пришила понимаете вот и теперь я это все распускаю конечно мой рукав узковатый здесь нужен широкий рукав потому что видите она широкая широкая и по на будет длинная вы же помните я еще добавлю еще не скажу куда еще два цвета добавку такой и рыжий еще цвет будет здесь вот так что для длинного свитера вот так это рукав вообще никуда не годится ну я не знаю я же вязала я видела это все так что понимаете пока вы начнем пока мы втянемся и как раз мы успеем к холодам понимаете вот в чем вопрос тоненькая там и вяжем ну нормально да мы уже к нему приспособились а к толстому еще не приспособить но благо что вяжется очень очень быстро так что вот такая вот штука сейчас я буду полностью всю распускать полностью и вязать я ее буду сейчас по кругу укороченными рядами вот эту буду вязать вот видите ну в общем целая история а время потрачено зря понимаете вот это вот у меня проблема ну не проблема а задача и как я всегда говорю так нет да приходили подружки и я значит до этого говорила что так не надо ну правильно так мне и надо значит так я вам обещала показать шляпу которую я вам не показала в прошлый раз ну потому что такая вот я сейчас покажу ну я не говорю что так ее надо вязать но как вариант тоже можно связать это я к разговору о шапках смотрите какая вот шляпка ну не сама ну хоть и сама шляпка смотрите на зиму очень даже можно связать вот смотрите сам какой хороший узор и она павел получается плотно но это вязана крючком шляпка не знаю мерить вам ее или не мерить я уже прям знаете боюсь вам и вот это вот что-то мерить сейчас я вам ее поверю конечно ну вы же понимаете что это я не ношу ну вот такая вот такая шляпка тоже кому идет на зиму вполне можно связать такую вот шляпку вот это я вам рассказала до тех шапок ног шапка мы еще будем возвращаться с вами не раз потому что зима на дворе и шапки шарфы снуды я вам запишу целую эту я у себя уже отложила там у меня есть снуды и шали и такие вот вот эти вот ну вот шут вокруг горло заматывать это я вам тоже все расскажу так ну и что хотела я вам показать свитерок которые самый популярный свитерок во все времена за все время что я вязала это самая самая популярная модель вот и у меня есть видео как вязать я сняла показываю такой свитерок это знаете как вот эта майка я вижу их несколько штук себе на на зиму у меня таких свитеров много у меня они и длинные и кору еще короче есть из таких ниток вот смотрите его поближе это крючок кто понимает как вязать да понимаете кто не понимает я сейчас в общем я постараюсь конце выставить видео мастер-класс там на несколько секунд он как вяжется сама сама вот это полотно если я не выставлю то значит сниму на следующий раз вам выставлю сейчас если найду то выставлю значит так ну традиционно я же вам должна что-то померить правильно меряю ну я вам говорю этот свитер прям находка и очень очень быстро вяжется потому что это крючок вот смотрите какой свитерок вот такой вот свитерок тут можно и клешоный рукав сделать видите он чуть под клешоный вот этот рукав можно и узкий рукав сделать в общем вот так вот он смотрится ну представляем что зима холодно да и я в свитерке и джинсах там или еще в чем-нибудь смотрите какая прелесть да под него надо что-то одевать потому что он светится но вообще подвязанные вещи правильно что-то одевать внутрь вот вот такой вот у меня есть свитерок ну что девочки давайте будем с вами прощаться наверное сейчас в общем найду если вставлю в этот мастер-класс вот ну а я чем занимаюсь распускаю вот эту вот штуку ну и будем следить посмотрите ну как так можно было сделать да посмотрите какой узкий рукав но я что не видела когда вязала но я же видела понимаете ну ну вот я же видела что он узкий и самое интересное что я посчитала все на бумажке бумажка лежит дома думаю там учешь я тут непонятно что ли как это вязать все вот видите непонятно теперь время потрачу и буду его вот доделала вот ну все девочки желаю вам хорошего дня удачи готовимся все к осени не забываем детей да они зимой тоже мерзнут им нужно что-то связать а нужно им что-то связать там и носки и эти свитера а вот и какие-то штаны колготки может быть будете вязать так что в общем вам детям себе и еще мужу надо связать в общем понимаете да а обзорные вам выпуске буду делать и по мужской моде я мужу очень тоже много связала у него наверное больше чем у меня если честно у него такие классные кофты свитера такие хорошие у него вот так что сделаю вам и обзорные детские на выпуски и обзорные мужские выпуски вот ну и для нас любимых естественно я буду делать выпуске и уже теперь я буду вам рассказывать буду наверное я или по воскресеньям или по пятницам буду вам рассказывать мастер-классы как я вязала вот будем брать вот допустим этот свитерок и я вам расскажу как его набирать как его вязать как по петельной я не буду делать мастер-класс потому что там и так все понятно будет вот ну как вязать я вам объясню так все прощаюсь с вами всем хорошего дня удачи вам всем все готовимся к осени и всем пока пока встретимся с вами 2 сентября пока девочки не нашла свою запись сейчас я переключу камеру и покажу как вам как вязать этот рисунок на свитере видите какой он объемный можно с изнанки его тоже какой получается сейчас переключу камеру так вот смотрите и на лице и на изнанке хорошо очень смотрится вот смотрите ну вот на свитере вот это лицо но можно вывернуть свитер и он будет вот в такой вот рубчик какой рельефный так ну показываю как вязать пристроиться надо как так накид вот смотрите это у нас ведь и проваливается но как резинка на спицах только это крючком вот это у нас проваливается вот это вот у нас выпуклое такое то что провалился столбик это мы вот видите столбик с накидом и мы делаем под под столбик заводим сзади крючок огибаем столбик вытягиваем нитку и все вместе провязываем все а здесь у нас выпуклые видите столбики мы сюда будем спереди крючок вытягиваем провязываем так теперь у нас вот как бы мы будем считать что изнаночная петля сзади вводим крючок протягиваем провязываем провязываем все 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 здесь поднимаем я поднимаю 2 петли кому мало 2 можно поднять 3 петли переворачиваем все и теперь у нас здесь будет изнаночный будем считать столбик промахнулась провязываем так и вот он лицо не бойтесь растягивать вот это все чтоб вам было было видно так так мне не видно через камеру еще и на весу ой вообще какая я молодец но я надеюсь это вам поможет здесь и вот так вот если мне нужно отложить вязание не просто так завязываю и все равно видите у вас никуда не денется так ну и смотрим что у нас получилось обязательно так делаете чтобы было видно вам вот вот этот свитер который я мерила вот он наш рисунок вот это вот смотрите я вяжу увязала сейчас туда обратно он будет не такой ровненький он будет красивенький все но вот этот свитер вязан по кругу он будет смотреться ровнее чем который вязан будет туда и сюда вот такой вот рисуночек кому поможет вяжите классненько классненький да очень-очень быстрый все если получится пишите комментарии все пока пока вот так вот так вот и Allan вот и saya